К другим темам. Реформа ЖКХ не такое уж простое дело. Новый законопроект о кондоминиумах давно готов, но обнаруживаются нюансы, которые могут изрядно усложнить жизнь городским жителям. Например, на владельцах квартир могут повесить долги за воду и отопление, которые они никогда не потребляли. Свой анализ законопроекта представил сегодня институт ВИИТУРУ. Ольга Котлерова выслушала экспертов. Вот уже 16 лет жильцы вправе создавать частные ассоциации, отказавшись от ЖКХ. Именно столько действует закон о кондоминиуме в жилищном фонде. Но за 16 лет всего 100 домов решились на такой шаг. Причина – в сильной бюрократизации процесса. Более того, на жильцов, решившие взять управление домов в свои руки, пытаются повесить долги за отопление и воду. Есть конкретные случаи, когда бывший термоком, теперь термоэлектрика, настаивает на долгах на сотни тысяч леев и не дает права разрешения на подписание нового договора с ассоциацией, пока не будут признаны эти долги. Эти долги накопились в результате неэффективного управления муниципальными предприятиями. Мы должны это признать. Недопустимо, чтобы жильцы принимали на себя долги, по которым им не предъявляли счета и которые владельцы квартир не признавали. Кроме того, сейчас никак не ограничен период по передаче полномочий от текущего управленца, то есть муниципального предприятия, в руки частной ассоциации. Он может длиться бесконечно, каких-либо легальных рамок нет. Только когда администрация частной ассоциации очень настойчива, этот период может быть один-два года. В остальных случаях этот период не ограничен. Новый закон о кондоминиуме этих проблем не решает, но обязывает создавать частные ассоциации, говорят эксперты. По их мнению, это приведет к большим трудностям для владельцев квартир. Кроме того, новый закон о кондоминиуме обязывает каждый дом создавать собственный фонд развития реконструкции, из которого будут оплачивать ремонт и ликвидацию последствий аварии. Размер фонда жильцы будут устанавливать самостоятельно на общем собрании. Они же будут его пополнять, перечисляя деньги на банковский счет. Однако эксперты считают, что открытие отдельного банковского счета станет лишним финансовым временем, поэтому предлагают исключить это положение из закона. Владельцы квартир должны будут оплачивать ежемесячно два счета со стороны ассоциации вместо одного. Банковская комиссия составляет сегодня 5 леев за счет, а это значит, что в год каждый владелец будет терять 60 леев. Кондоминиум в размере 100 квартир будет терять 6 тысяч леев на оплату услуг банка вместо того, чтобы использовать эти деньги на обслуживание ассоциации. Говорится в анализе института ИДИСВИТУРУ. Отместим, законопроект о кондоминиуме находится пока на стадии обсуждения.